привет катюш как у тебя дела 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 довольно хорошо слушай а у меня сейчас был профессор полилов но который не просто в институте самом большом академическом институте работает институте машиноведения академии наук а он еще и стихи пишет мы с ним дружим но дружим не только потому что он стихи пишет а я был много-много лет сотрудничал с этим институтом машиноведения академии наук потом был ведущим научным сотрудником а сейчас я там главный консультант остался и вот по психофизиологии то есть но с академии это очень большой институт я ему сказал слушай сашенька давай вот час я же заканчиваю уже книжку уже редактирую полностью закончу уже сейчас издадим книжку о страха к свободе и там если моя глава философия простоты это очень интересная глава у саши полиона я городовой слушая сделаем статью на международном конгрессе или международном журнале академии большом-большом который весь мир читает а философии сознания потому что сознание на самом деле у нас есть специалисты такие в россии которые занимаются философии сознания и теории сознания но я посмотрел мы прошлый раз говорили о том что они там с далай-ламой встречались и ничего путного не сказали очень трудно их слушать потому что они говорят таким языком без метафор только перечисляют события каких-то великих ученых и говорят какой-то абстрактный текст который очень трудно понимать и я думаю что наши слушатели нашей школы хому-хатурас человек будущего посмотрят эти текст как встречались наши ученые российские далай-ламой и заскучают потому что там ничего не понятно что даже этих ученых со стороны далай-ламы далай-лам пришлось им наших ученых уточнять спрашивать что они под этим имели ввиду понимаешь ну как же так разговаривать но такая важнейшая теория сознание которое как наши ученые и сказали главная теория человечества научная теория человечества над решением которые бьются потому что человек то пока мы не поймем кто такой человек как же мы вообще можем друг с другом разговаривать я саше говорю саша давай на таком международном конгрессе опубликуем нашу статью потому что мы то уже понимаем и участники нашей школы хому-хатурас уже понимают что в принципе я там намекал немножко вопрос задал такой вот что следующий раз мы поговорим там о том почему люди почему люди создают искусственный интеллект это очень интересный вопрос правда катя учитель да и саша мне говорит павелов профессор ну и почему как ты думаешь я говорю так это уже знаю почему потому что решая вопрос не поработят ли нас роботы потому что они же тоже будут заниматься самоорганизацией самосовершенствованием намного быстрее чем люди не поработят ли они нас и зачем тогда человек вопреки инстинкта выживания в эволюции создает такого себе конкурента и об этом и фантасты пишут и так далее а я ответ знаю я сказал я хочу на этой школе которая у нас сейчас будет онлайн школа дать этот ответ почему люди интенсивно занимаются созданием искусственного интеллекта но это не просто там автоматы которые пол убирают подметают и шестеренки вырезают искусственный интеллект имеется ввиду в большом смысле когда он уже будет наравне они же сейчас чемпионов мира по шахматам могут выиграть ну да и не только слушай я как-то смотрела как ученые выключили два компьютера которые начали между собой бинарным кодом общаться ну вот ты представляешь вот ты представляешь наши еще плохо понимают вообще-то развитие в мире искусственного интеллекта потому что ну мы пока копируем западные образцы там и так далее сейчас на такой высоте сейчас на такой высоте а я знаю почему человечество создает себе такого конкурента в виде робота потому что ну я это скажу вот на школе вот у нас будет там у нас какого числа школа 18-го 19-го да 18-го 19-го 21 час да да ну вот я как раз расскажу это в начале на школе скажу а потом я скажу такие вещи и потом покажу такие моменты как можно стресс использовать энергию стресса не сам стресс стрессу а энергию стресса использовать как генератор неординарных решений это очень интересно ну ты представляешь да во-во-во-во-во потому что наша школа все-таки не для лечения больных мы уже много раз объявляли ну конечно для больных тоже потому что когда они понимают как регулировать нервное напряжение они быстрее лечатся быстрее выздорове я бы сказала это как идет как вспомогательный общее укрепляющие да конечно 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 и там мы говорим такие вещи которые на которых собственно говоря многие целители себе карьеру сделали потому что я там просто рассказываю как это просто делается дело в том что у меня уже в голову не приходит у меня допустим я конечно выздоровела но жизнь то у меня бы не поменялась от того что я просто выздоровела ну да она начала меняться потому что я встала как раз таки на вот этот путь мышления изобретательного вот-вот-вот ты рисуешь там это там многие у нас в школе но я просто хочу сказать что развитие творческого подхода это не только петь рисовать или танцевать хотя и в этом творчество не ну почему решить вопрос в жизни очень оригинально и быстро это тоже творчество вот-вот-вот поэтому наша школа которая направлена на развитие изобретательского мышления она развивает у человека способность в критические моменты быстро находить нужные решения в условиях жестких временных ограничений когда нету времени а тебе надо быстро понять как тебе там долг заплатить или как там тебе дом достроить или как крыша течет как быть и как там поругался с сыном пору помириться как превратить энергию напряжения стресса в генератор неординарных решений во-во-во-во причем абсолютно разных конечно во всех областях жизни во всех областях жизни поэтому вот эта вот школа изобретательского мышления Homo Futurus человек будущего но я уже близко подошел к тому ответу на вопрос почему мы создали себе конкуренты в виде искусственного интеллекта а школа изобретательского мышления как раз отвечает на этот вопрос и помогает человечеству сохраниться независимо от того что конкурент будет очень мощный а человечество сохранится потому что об этом я скажу на школу давай Катенька до встречи дорогие до встречи 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 Продолжение следует...